Наша базовая концепция, которая невероятно упрощает понимание физических явлений, такова. Физический мир, в котором мы живем, не самодостаточен. Физическая реальность существует благодаря надфизической реальности, благодаря программному обеспечению физического мира. Программами формируются частицы вещества, и программно заданы варианты взаимодействий, в которых частицы могут участвовать. Тяготение порождается не массами, а электромагнитные явления – не зарядами. Программы управляют веществом. Вот почему в мире действуют физические законы, а не царят хаос и произвол. Мы пытаемся понять хотя бы основные принципы логики этих программ. Все, что вы сейчас увидите и услышите, основано на достоверных экспериментальных фактах. Представление ортодоксальной физики о природе света – это клубок вопиющих противоречий. Главная причина этого – предрассудок о том, что световая энергия может иметь автономное, независимое от атомов, существование. Свет, говорят нам, это фотоны, летящие в свободном пространстве. Летящие со скоростью света, разумеется. Фотон, как порция световой энергии, считается одной из четырех фундаментальных, абсолютно стабильных частиц. Выплюнутый атомом фотон летит якобы сам по себе и может пролететь длинные световые годы, пока на его пути не попадется атом, способный его поглотить. А что представляет собой фотон, никто толком объяснить не может. Никакому переносчику световой энергии не могут быть присущи сразу и волновые, и карпускулярные свойства, которые демонстрируют свет. Термин «карпускулярно-волновой дуализм» ничего не объясняет, а лишь подчеркивает бессилие теоретиков. Это лишь на первый взгляд несложно совместить в концепции фотона как волновой, так и карпускулярной подходы. Фотон можно представлять отрезочком волны. Тогда сразу вопрос, а сколько длин волн укладывается на длине фотона? Чем больше раз там что-то колебнется, тем при прочих равных условиях большую энергию фотон переносит, не так ли? Нет, это у нормальных волн так. А световые волны ненормальные. У нормальных волн энергия зависит от частоты колебаний и от их амплитуды, а у фотона только от частоты, согласно знаменитой формуле Планка. Е равняется h. Получается, что фотон хоть в 10 длин волн, хоть в 10 миллиардов длин волн должен переносить одну и ту же энергию. Может, противоречия нет, если фотон имеет однозначную длину, скажем, тысячу длин волн? Отнюдь. Имеется указание на то, что длина фотона неоднозначна. В свое время ставились опыты по интерференции света при сверхслабых потоках, когда фотоны летели сквозь прибор практически поодиночке. За долгое время экспозиции, когда фотонов пролетало достаточно, на пластинке получалась такая же интерференционная картинка, как и при сильном потоке при короткой экспозиции. Но летевшие поодиночке фотоны не могли интерферировать друг с другом, каждый мог интерферировать только сам с собой. Тогда по разности путей в интерференционном приборе можно судить о длине фотона. Лоренц обращал внимание на то, что для зеленой линии ртути при разности хода в 2 миллиона длин волн интерференция еще возможна, то есть длина фотона должна составлять не менее 1 метра. И это далеко не предел. При ширине спектра у зеленого света узкополосного лазера в 15 килогерц эквивалентная длина когерентности, при которой интерференция еще возможна, это 3 километра. А вот другая крайность. У фемтосекундного лазера при длительности импульса в 100 фемтосекунд длина импульса составляет 30 микрон, а фотоны здесь вроде бы те же самые, из зеленой области. Так какова же их длина, если она то не меньше 3 километров, то не больше 30 микрон? Молчит наука. Да и что такое 30 микрон? В прозрачном кристалле расстояние между атомами, скажем, 3 ангстрема. Как здесь от атома к атому может лететь 30-ти микронный фотон, если бы длина больше междуатомного расстояния на 5 порядков? Трудно представить такой полет? Ну тогда про 3-х километровый фотон лучше и не спрашивать. Отчаявшись решить проблемы с длиной фотона, в 1911 году на Первом Сальвеевском конгрессе физики договорились считать, что квант света излучается и поглощается атомом мгновенно. И это постановление до сих пор не отменили. При мгновенном излучении поглощения совершенно неоткуда браться эффекту Доплера. Ну да пришлось закрыть на это глаза. Было не до жиру. А ведь фотон должен иметь не только ненулевую длину, но и ненулевые поперечные размеры. Увеличение площади дифракционной решетки при сохранении количества штрихов на миллиметр дает более резкие пики интерференционной картинки. Аналогично увеличение входной апертуры телескопа увеличивает его разрешающую силу. Придется допустить, что поперечные размеры фотона сопоставимы с апертурой телескопа. Как тогда может видеть человеческий глаз? Спрашивал Лоренц. Зрачок пропускает лишь ничтожную долю кванта. В эпоху Лоренца научно-техническим чудом считался телескоп с диаметром зеркала в один метр. Что Лоренц спросил бы про человеческий глаз сегодня, когда, например, телескоп на Зеленчукской имеет шестиметровое зеркало? Самое время напомнить, что как светочувствительное зернышко в фотопластинке, так и светочувствительная клетка в сетчатке глаза срабатывают при поглощении фотона целиком. Для этого фотон, имеющий не весь какие поперечные размеры, должен чудесным образом схлопнуться в точку. Теоретики так и не смогли объяснить, как это чудо происходит. Ни ума не хватило, ни фантазии. Точечность действия фотона на отдельный атом или молекулу это ярко выраженное корпускулярное свойство. Фотон излучается и поглощается только целиком. Важное свидетельство о корпускулярной природе света это фотоэффект, то есть эмиссия электронов из освещаемой металлической пластины при энергии падающих фотонов выше пороговой. Здесь изюминка, как раз в этом энергетическом пороге, который говорит о том, что электроны вылетают в результате действия на них не световых волн, а световых квантов. Ведь энергия фотоэлектронов зависит не от интенсивности освещения, как это было бы в случае действия волн. Энергия фотоэлектрона определяется разностью между энергией падающего фотона и так называемой работой выхода электрона из материала пластины. Это уравнение, предложенное Эйнштейном, прямо описывало то, что световая энергия поглощается дискретными порциями. Но записав для элементарного акта фотоэффекта этот баланс энергии, Эйнштейн постеснялся записать для него же баланс импульсов, иначе засмеяли бы. Фотоэлектроны-то вылетали из освещенной стороны пластинки, то есть навстречу потоку фотонов. Не вязалось это с представлениями о фотоне, как о полноценной частице, переносящей импульс. Поэтому свидетельства об этой полноценности притягивались за уши в других экспериментах. Вот, например, опыты Лебедева, который якобы доказал наличие светового давления. Лебедев освещал сфокусированным светом от электрической дуги крылышки легкого крутильного маятника, который совершал свободные крутильные колебания. При освещении как правого, так и левого крылышка маятник немного доворачивался к новому среднему положению колебаний в сторону удаления освещаемого крылышка от источника освещения. Так вот, данные Лебедева говорят о том, что эти довороты маятника были обусловлены не давлением света, а главным мешающим фактором радиометрическими силами. Температура остаточных газов с освещенной стороны крылышка немного выше, чем с неосвещенной. Соответственно, и давление остаточных газов на освещенную сторону выше, чем на неосвещенную. В этом и был секрет фокуса. Заметим, у Лебедева в стеклянном баллоне с крутильным маятником давление остаточных газов было чуть ниже, чем 10 в минус четвертой степени миллиметра ртутного столба. Для сравнения, позже при поточном производстве радиоламп их колбы откачивали до 10 в минус седьмой степени миллиметра ртутного столба, а в экспериментальных установках достигалось давление еще на несколько порядков ниже. Опыты Лебедева можно было повторить в условиях, когда радиометрические силы устранены подчистую, но не было публикации о подобном обнаружении давления света в чистом виде. Это понятно. Когда устраняли радиометрические силы, устранялся и искомый эффект. Чтобы прикрыть этот провал, публики демонстрируют игрушку, крыльчатку в колбочке, которая вращается при достаточно ярком освещении. Эта игрушка даже называется радиометрическая вертушка, но публики втюривают, что она вращается из-за давления света. Что касается переноса импульса отдельным фотоном, то об этом свидетельствуют, как полагают, комптоновское рассеяние рентгеновских квантов и мюзбайеровский режим излучения поглощения гамма-квантов. Оба эти явления описываются в терминах закона сохранения импульса с участием импульса рентгеновского или гамма-кванта. Но, увы, принятые объяснения эффектов комптона и мюзбайера совершенно неадекватны. В первом умалчивается про антикомтоновское рассеяние, ибо если говорить всю правду, то окажется, что закон сохранения импульса в одной половине случаев работает, а в другой нет. Во втором, сверхузкие спектральные линии обеспечиваются небезодачным излучением поглощения при температуре образца ниже Дебаевской, а тем, что ниже некоторой температуры размах тепловых колебаний атомов в решетке становится меньше рабочей длины волны, а при этом доплеровское уширение пропадает, и для каждой длины волны есть своя температура перехода в этот режим, что и наблюдается на опыте. По сравнению с принятым объяснением эффектов комптона и мюзбайера, наши объяснения более адекватны, и переноса импульса фотоном здесь вовсе не требуется. А еще нас уверяют в том, что эволюция орбиты американского надувного спутника Эхо-1, из-за которых он не проработал запланированный срок, были обусловлены давлением солнечного света, больше, дескать, нечем. Отнюдь ультрафиолетовое излучение Солнца должно было вырывать фотоэлектроны из медалисированной поверхности баллона, и компенсирующий приток электронов из окружающего пространства вполне мог порождать электродинамическую силу, тянувшую баллон в направлении от Солнца. Наконец, экзотический пример – стандарт частоты, называемый цезиевый фонтан, в котором облачко атомов цезия подвешено благодаря подсветке с шести сторон лазерными лучами, частоты которых примерно на 5 МГц ниже частоты оптического перехода в цезии, на длине волны 852 нанометра. Считается, что при уходе атома из перекрестия лучей он резонансно поглощает встречные фотоны и таким образом тормозится из-за эффекта отдачи. Однако есть и другое объяснение. Движущийся из перекрестия лучей атом воспринимает из-за эффекта Доплера частоту встречного луча увеличенной, а частоту попутного луча уменьшенной. При этом имитируется пребывание атома в условиях градиента частот, о котором мы говорили во втором фильме, и атом испытывает безопорное силовое воздействие, возвращающее его в перекрестие. О том, что дело здесь в имитации градиента частот, особенно убедительно говорит методика подброса облачка атомов. А именно, частоты подсветки сверху и снизу на время около 1 мс сдвигают на несколько МГц, частоту верхней подсветки уменьшают, а частоту нижней увеличивают. И облачка атомов, кратковременно испытавших искусственный вертикальный градиент частот, начинает свободный полет вверх. Этот подброс не объяснить преимущественным поглощением фотонов снизу, поскольку используемый сдвиг частоты практически не увеличивает ни импульсы фотонов подсветки, ни эффективность их поглощения. Зато достоверно известно, начальная скорость полета облачка атомов вверх прямо пропорциональна примененным сдвигом частот подсветок снизу и сверху. Значит, дело здесь совсем не в передаче импульсов фотонами. Экспериментаторы научились сообщать безопорное ускорение атомам, но не верят глазам своим. Как ни крути, нет свидетельств о том, что фотоны переносят импульс, то есть являются полноценными частицами. Нам тут же напомнят про взаимопревращаемость фотонов и вещества, проявление аннигиляции и рождение электрон-позитронных пар. Увы, в этом вопросе нас всех обманули. Электрон и позитрон, каждый собственной энергии по 511 кВт, при так называемой аннигиляции не исчезают полностью, давая два гамма-кванта на 511 кВт каждый. По-честному, они образуют связанную пару, с энергией связи 511 кВт, что дает на выходе один гамма-квант на 511 кВт. Мы говорим об этом уверенно, потому что знаем, в экспериментах, где регистрируются пары гамма-квантов аннигиляции, разлетающихся, согласно высокой теории, в противоположных направлениях, срабатывания схемы совпадений являются случайными, в том числе и в позитрон-эмиссионных томографах, которые детектируют кванты аннигиляции, летящие из ткани пациента, в которые введен подходящий радиоактивный изотоп. Томограф работает, потому что если одна аннигиляция дает один квант, то чем больше квантов будет лететь из исследуемого объемчика, тем больше будет пойманы и совпадений, причем каких хотите. Мы сильно подозреваем, что отказ от работы по методике совпадений позволил бы значительно уменьшить дозу, вводимую пациенту. И еще. Связанная пара электрон-позитрон, которая получается при так называемой аннигиляции, при подходящем воздействии на нее, способна диссоциировать, давая иллюзию рождения электрон-позитронной пары. Ни о какой взаимопревращаемости фотонов и вещества не может быть и речи. Но не являются фотоны полноценными частицами. Тем более, что по нашей концепции фотонов в традиционном понимании не существует в природе. По нашей концепции физическими энергиями во всем их многообразии форм обладает только вещество. Световая энергия не является исключением. Порция световой энергии это не что иное, как энергия возбуждения атома. Она может находиться на атоме номер один или номер два. Но при распространении света эта порция энергии не проходит по пространству, разделяющим эти атомы, а перебрасывается непосредственно с одного атома на другой. Такие квантовые перебросы производятся чисто программными манипуляциями, поэтому мы не усматриваем здесь чего-то фантастического. Автоматически работающий пакет программ, который обеспечивает распространение света в физическом мире, мы называем навигатором квантовых перебросов энергии. Для каждого атома, у которого появилась энергия возбуждения, начинает работать свой канал навигатора. Начинается сканирование окружающего пространства в поисках атома, на который может быть переброшена энергия возбуждения. Поисковые волны движутся со скоростью света по отношению к локальному участку инерциального фона. Эти волны не являются физической реальностью, они не переносят физическую энергию. С их помощью навигатор только устанавливает пары атомотдающий и атомпринимающий. В качестве принимающего выбирается тот, расчетная вероятность квантового переброса на который оказывается наибольшей. Кстати, пересекающиеся световые пучки не мешают друг другу потому, что расчеты по разным каналам навигатора производятся независимо друг от друга. Продольный профиль поисковой волны не сонусоида, а последовательность пиков, разделенных на одну длину волны. Исходя из атома отдающего, поисковые волны поначалу являются расширяющимися сферами, вложенными друг в друга. У первого же атома, которого накрывает первый пик, появляется шанс стать атомопринимающим. Если автоматика не принимает решение о квантовом перебросе, то поиск продолжается. Но теперь этот атом считается источником вторичной поисковой волны, исходящей в момент накрытия его первичной волной. Первичные и вторичные волны будут двигаться, имея область перекрытия. И расчетная вероятность переброса будет больше для тех атомов, которых будет накрывать эта область перекрытия. Поэтому дальнейший поиск и ведется в створе, задаваемым движением этой области перекрытия. Отсюда и следует феномен прямолинейного распространения света в однородной и неупорядоченной вещественной среде. Отсюда следует также дифракционная расходимость луча света, его искривление в неоднородной среде и преломление на границе свет с различной оптической плотностью. Итак, путь для квантосветовой энергии прокладывает навигатор. Когда автоматика идентифицирует атомопринимающего, квантовый переброс немедленно производится. Процесс распространения света это цепочка квантовых перебросов порции световой энергии с атома на атом. При таком подходе проблема с совмещением корпускулярных и волновых свойств света даже не возникает. Квант световой энергии волновыми свойствами не обладает. Волновые свойства появляются в результате работы навигатора, который методично обрабатывает все имеющиеся разветвления путей поисковых волн на отражающих и преломляющих поверхностях, на делительных пластинках, на препятствиях дробящих волновой фронт, например, на щелях дифракционной решетки. Пусть затем разветвленные пути поисковых волн снова сходятся. В те места, где поисковые волны схлестывают со своими пиками, вероятность квантового переброса повышена. В частности, именно в этих местах получаются светлые полосы после дифракционной решетки. И лишен смысла вопроса о том, через какую щель прошел тот или иной квант, попавший в ту или иную светлую полосу на экране. Сквозь щели проходили поисковые волны, а квант мог быть переброшен непосредственно с атома источника света на атом экрана, без прохождения сквозь щели вовсе. То есть интерферируют поисковые волны навигатора. Причем интерференция света принципиально отличается от интерференции механических волн, например, звуковых, или волн на поверхности воды. Механические волны, порождаемые двумя независимыми источниками с одинаковыми частотами колебаний, отлично интерферируют, давая статическую картинку узлов и пучностей, то есть мест, куда волны от двух источников добегают в противофазе, давая в сумме нулевую амплитуду колебаний, и мест, куда они добегают синфазно, давая удвоенную амплитуду колебаний. Для случаев же световых волн правда заключается в том, что смешивание света от двух независимых источников не дает интерференционной картинки, даже если эти источники сверхузкополосные. Те, кто пытались получить интерференционную картинку, смешивая свет от двух одинаковых одночастотных лазеров, мучились долго и безуспешно. Желающие могут повторить, это убийственный факт, пучки света с одинаковой длиной волны, порождаемые не одним и тем же источником, категорически не интерферируют. Все без исключения интерферометры работают со светом от одного и того же источника, расщепляют его, прогоняют по разным путям и снова сводят. Только так получаются интерференционные картинки. А почему? Потому что путь для каждого кванта света прокладывает персональный, выделенный канал навигатора, который работает независимо от других каналов. Интерферировать могут поисковые волны лишь из одного и того же канала навигатора. Это подтверждают и картинки, полученные в режиме одиночных фотонов, когда каждый из них мог интерферировать только сам с собой. Правда, для такой интерференции самого с собой неделимый фотон должен проходить по нескольким путям сразу, например, сквозь несколько щелей дифракционной решетки. Наш же подход тем и отличается, что мы обходимся без запредельных абсурдов. Рассмотрим простейший пример. Феномен просветления оптики. На поверхность линзы, отражение от которой требуется уменьшить, наносят покрытие с такой толщиной, чтобы свет с нужной длиной волны, отраженный от поверхности воздух-покрытия, оказывался в противофазе со светом, отраженным от поверхности покрытия линза. Тогда падающий на линзу свет проходит сквозь нее, практически без потерянного отражения. Ну и как это объясняют сторонники концепции фотонов? В нелазерном свете фотоны не синфазны, значит, опять же, каждый фотон должен интерферировать сам с собой. Долетает фотон до линзы, отражается сразу от двух поверхностей, из-за чего гасит сам себя и чудесным образом перескакивает в проходящий поток? Или он заранее знает, что отразившись, он погасит сам себя, поэтому подлетает к линзе с твердым намерением лететь только вперед? Для сравнения, наше объяснение совсем простое. Навигатор обнаруживает, что из-за противофазности двух отраженных поисковых волн вероятность идентифицировать ими атомопринимающий резко уменьшается, поэтому поиск продолжается только вперед, куда и производятся квантовые перебросы. У нас все прозрачно. А вот еще нечто. Голография. При записи голограммы на пластинку с тонким фотослоем световой пучок разделяют на два. Один падает на пластинку прямо, а другой освещает объект так, чтобы рассеянный на нем свет тоже падал на фотопластинку. И на пластинке записывается картинка интерференции этих двух пучков. Это и есть голограмма. Каждый квант из исходного пучка, так или иначе попавший на фотопластинку, вызывает срабатывание только одного фотографического зернышка и дает одну точку почернения. Но после достаточной экспозиции каждый из задействованных точек объекта соответствует своя совокупность точек почернения на пластинке. Далее происходит чудо. При освещении обработанной пластинки только прямым пучком он дефрагирует на точках почернения так, что формируется мнимое изображение объекта, которое при хорошем качестве голограммы визуально неотличимо от оригинала. Традиционный подход объясняет это чудо только для случая, когда объект представляет собой единственную точку. Синусоидальная волна, дефрагируя на системе точек почернения соответствующей точечному объекту, в самом деле формирует его мнимое изображение, что в теории доказывается строго математически. А если объект представлял собой две точки и на пластинке получились две соответствующие системы точек почернения, при освещении такой пластинки свет будет дефрагировать на всех точках почернения сразу. Он же не знает, какие из них соответствуют одной точке объекта, а какие другой. Поэтому мнимое изображение двух точек не получится, а получится визуальная какофония. То есть из традиционных представлений о свете следует, что голографические изображения реальных объектов не могут формироваться в принципе. Но ведь они формируются, да еще как! Разгадка в особенностях работы навигатора. Поисковые волны, падая на пластинку, дефрагируют, конечно, сразу на всех точках почернения, соответствующих всем задействованным точкам объекта. Но! Навигатор быстро обнаруживает, что среди всех имеющихся вариантов наложения пиков вторичных волн начинают устойчиво выделяться те варианты, для которых вероятность квантового переброса заметно выше среднего шумового фона. Каждый устойчиво выделяющийся вариант – это результат дифракции на системе точек почернения, соответствующей только одной точке объекта. Вспомним, что навигатор ищет наиболее вероятных адресатов для квантового переброса. Маловероятные варианты он отбрасывает. Это мы называем приоритетной интерференцией. В результате приоритетной интерференции до конца просчитываются те пути поиска, которые в итоге дают иллюзию прямого полета кванта от той или иной точки объекта, что в совокупности и дает голографическое изображение. Благодаря феномену приоритетной интерференции на одной фотопластинке можно записать несколько наложенных друг на друга различных голограмм, и каждая при освещении своим опорным пучком даст свое голографическое изображение. Более того, эти наложенные друг на друга голограммы могут быть записаны на разных длинах волн, что делает возможной цветную голографию. С учетом приоритетной интерференции объясняются такие чудеса, как возможность заглядывания за краю голографического изображения, а также воспроизведения осколком голограммы всего изображения, правда с ухудшенным качеством. Вообще, в световых явлениях ключевую роль играет именно приоритетная интерференция. Без нее не было бы ни прямолинейного распространения света, ни просветления оптики, ни даже лазерной генерации. Действительно, чем обусловлена селекция продольных мод в резонаторах лазеров? Если поисковая волна многократно бегает между зеркалами резонатора фабри-перо, то вторичные волны все сильнее подкрепляют первичную тогда, когда на длине одного прохода резонатора, то есть туда-сюда, укладывается целое число длин волн, то есть на расстоянии между зеркалами целое число полуволн. Это условие определяет резонансные продольные моды. При одночастотном режиме генерации бегущие в резонаторе друг навстречу другу гребенки поисковых волн периодически схлестываются в местах, отстоящих друг на друга на пол длины волны. В этих местах, соответствующих пучностям стоячей световой волны, и происходит высвечивание атомов с наибольшей вероятностью. Эффектные микрофотографии, демонстрирующие высвечивание вбок атомов в оптических ловушках, свидетельствуют вовсе не о том, что из-за светового давления атомы концентрируются в потенциальных ямах, соответствующих узлам стоячей световой волны. На наш взгляд, атомы распределены по длине створа равномерно, но высвечиваются те из них, которые находятся в местах, соответствующих пучностям, а не узлам стоячей световой волны. А теперь, еще об одной поразительной особенности распространения света. После принятия автоматики решения о квантовом перебросе, за какое время он осуществляется? Ответ таков. Независимо от расстояния между парой атомотдающей и атомпринимающей, квантовый переброс энергии производится практически мгновенно. На первый взгляд, смешно утверждение уже о том, что световая энергия может быть переброшена быстрее, чем со скоростью света, не говоря уже про ее мгновенный переброс. Но станет не до смеха, если узнать про опыт Басова 1966 год, который с полной очевидностью показал, лазерный импульс при определенных условиях мгновенно перебрасывается, по крайней мере, на пару метров. Схема была такая. Рубиновый стержень-усилитель находился на расстоянии в 2,5 метра от рубинового стержня-генератора. Делительная пластинка отбирала часть энергии с генерированной импульса и направляла ее по другому пути, мимо усилителя. То есть импульс расщеплялся на два, каждый из которых попадал на свой фотодетектор, сигналы с которых подавались на входы скоростного осцилографа. При выключенном усилителе, то есть при отключенных лампах его накачки, подстраивали задержки в электрических трактах так, чтобы на экране осцилографа оба всплеска фототока происходили синхронно, а затем включали усилитель. И всплеск фототока от импульса, проходящего через усилитель, теперь опережал во времени другой всплеск, служивший опорным. Изумляла величина этого опережения во времени. Казалось бы, изменения в этом канале делались только на протяжении усилителя. Если допустить, что импульс проходил по включенному усилителю мгновенно, то даже в этом случае выигрыш во времени составил бы всего 1,6 наносекунд. А осцилограф четко показывал 9 наносекунд. Мы расцениваем опыт Баслова как один из величайших экспериментов 20 века. С минимумом технических средств был получен ошеломляющий результат, который прямо и просто показал, что представление о свете, как о летящих фотонах, причем летящих со скоростью света, это полная чушь. Теоретические ухищрения в данном случае оказались бессмысленны, ибо задача, как импульс может проходить усилитель быстрее, чем мгновенно, заведомо абсурдна. Опыт был успешно повторен в ряде других лабораторий, в том числе не с усилителем, а с поглощающей ячейкой. И везде выпадала задержка на прохождение со скоростью света расстояния между генератором и усиливающей или поглощающей ячейкой. Главное, чтобы спектральная линия этой ячейки совпадала с линией генератора. Тогда смотрите, навигатор прокладывает путь к квантам света особенно эффективно, когда длина волны попадает на спектральную линию в веществе. За то время, пока генерируется импульс, путь ему оказывается проложен до выходного торца ячейки. И сформированный импульс мгновенно туда перебрасывается. Но, разумеется, он никак не обгонит переднего пика поисковой волны, которая движется со скоростью света. Все происходит аналогично элементарному перебросу кванта света с атома на атом. Опять же, с атома на атом. Вне атомов световой энергии нет. Свет не распространяется в отрыве от вещества. И достаточно малая концентрация вещества становится фактором, ограничивающим возможности разреженной среды по пропусканию световой мощности. Есть гипотеза о том, что постоянство солнечной постоянной, то есть мощности солнечного излучения, падающего на единичную площадку на радиусе орбиты Земли, обусловлено разреженностью космической среды, которая пропускает излучение Солнца на пределе своих возможностей. Не верите? А знаете, что получалось, когда большая комета проходила свой перигелий между Солнцем и Землей? Хвост кометы, направленный от Солнца, может тянуться на пару сотен миллионов километров, как показала великая комета 1680 года. К счастью для Земли, тогда она не попала в этот хвост. А если попала бы, то Солнце через этот створ с повышенной концентрацией вещества устроило бы на Земле мощное глобальное потепление. Где-то это вызвало бы опустошительные засухи, а где-то из-за бурного таяния снегов и льдов опустошительные наводнения, не говоря уже про мор людей и животных. Но наша наука полагает, что тянувшийся из глубины веков ужас перед кометами это не более чем глупые суеверия невежественных народных масс. А пусть эта наука скажет, почему так позорно провалилась затея поражать лазерным излучением космические объекты. Это только в кино, мультиках и компьютерных игрушках космические корабли в клочья разносят из лазерных пушек. А реалии совсем другие. Есть боевые лазеры, которые прожигают броню, сшибают крылатые ракеты и даже межконтинентальные ракеты на взлете. Все это получается в условиях стандартной атмосферы. А в космосе эти лазеры едва справляются со смехотворной задачей выведением из строя светочувствительных элементов у спутника шпиона. Как же так, недоумевают академики. В космическом вакууме фотонам должно быть проще лететь, чем в атмосфере. Мы же в лабораторных условиях пропускаем через сверхвысокий вакуум лазерные интенсивности. Вот именно в лабораторных условиях, когда длина участка со сверхвысоким вакуумом мизерная, и квантовые перебросы могут производиться со входного окошка камеры на выходное. На космических просторах все по-другому. Навигатор в поисках атомопринимающего сканирует пространство не до бесконечности. Если по истечении некоторого характерного времени адресат не найден, поиск прекращается и, похоже, начинается его новый цикл. Вот почему сквозь достаточно разреженную среду лазерную интенсивность не передать на большое расстояние. И, наконец, еще один секрет. Когда мы говорили о квантовых перебросах световой энергии с атома на атом, могло сложиться впечатление, что при пребывании кванта с световой энергией на атоме полная энергия атома увеличена на величину энергии этого кванта. Это, конечно, не так. Энергия светового кванта это энергия возбуждения атома. А приобретение атомом энергии возбуждения означает такое же уменьшение энергии связи атомарного электрона. Достоверно известно, что энергия ионизации атома из возбужденного состояния уменьшена как раз на величину энергии возбуждения по сравнению с энергией из основного состояния. При так называемом поглощении кванта света атом не приобретает энергию сверх той, которую он имел. Происходит всего лишь превращение части энергии связи в энергию возбуждения, а полная энергия атома остается прежней. Аналогично при так называемом излучении кванта происходит противоположное перераспределение энергии в атоме, а полная его энергия опять же остается прежней. Таким образом, при квантовом перебросе энергии возбуждения с атома на атом, полная энергия атома отдающего не уменьшается, а полная энергия атома принимающего не увеличивается. То есть квантовый переброс световой энергии означает всего лишь синхронное перераспределение энергии у пара атомов. Если обращать внимание только на энергию возбуждения, то создается иллюзия перемещения энергии в процессе распространения света. На самом же деле, никакого потока энергии при этом нет, поскольку каждый атом остается при своем. Такой подход, кстати, непринужденно объясняет, почему свет не переносит импульс. Ох, как непривычно звучит то, что по лазерному лучу энергия не передается. Специалисты кидались показывать нам следы лазерного воздействия на вещество. А то мы сами не занимались лазерной обработкой материалов и сами не видали такого добра. Ясно же, втолковывали нам специалисты, что температура мишени повышается из-за вкачивания туда энергии, приходящей по лазерному лучу. Минуточку. Температура мишени действительно повышается, но не от того, что в нее вкачивается энергия. Температура – это вовсе не мера энергосодержания, это характеристика распределения энергии в ансамбле частиц. Лазерное воздействие всего лишь деформирует это распределение. Энергии возбуждения в атомах мишени растут, энергии связи электронно у них уменьшаются, но суммы тех и других остаются прежними. Температура мишени при этом повышается, а ее полной энергии нет. Таким образом, впечатляющим спецэффектам при лазерном воздействии на вещество не противоречит вывод о том, что при распространении света происходят перебросы с атома на атом не энергии, а всего лишь ее перераспределений. Такой подход выводит физику из беспросветного тупика, в который завела ее концепция фотонов. Продолжение следует...